Он принес великие труды из Илташской обители. Сколько трудов, скорбей и слез было понесено в этой обители. Сколько трудностей он испытал там. И, взирая на его путь, на его пасторское служение, я понимаю, как приемник его служения. Понимаю, что великой мыслью и великой надеждой и чаянием всей его жизни было становление из Илташской обители. Где положил он все свои силы, где оставил он свою душу. И когда промыслом Божиим мне пришлось взять крест и воспринять из его рук этого служения, за этот год я в полной мере ощутил, какие тяжкие труды, какие скорби внес Божьян и Бочевший Бочканин. Сейчас, по прошествии годовщины, для меня, как никогда он близок, потому что я, наверное, воспринимаю и даже мысли, взирая на его пруды, мысли и надежды его по духовному совершенству, градости Бога и обители Семена. Я часто обращаюсь к нему с просьбами, с молитвами, потому что, встречаясь с трудностями, которые иногда кажутся мне просто неподъемными, и говорим, я говорю ему, отец Николай, ты знаешь это лучше, чем я, ты поймёс это больше, чем я, помоги мне, поддержи меня. Вы знаете, в трудные минуты я чувствую его поддержку. Я это говорю для того, чтобы и вы все не думали о том, что он умер, и не оплатили его смерть, а радовались вместе с ним вечной жизнью, которую он уже унаследовал, а мы ещё стремимся. И поэтому переход в вечность – это пасха, это встреча с Богом, это надежда всех, надежда и чаяния всех христиан. Только ради этого мы собираемся здесь. Только ради этого существуют церкви. Здесь, в нашем землеведном тени, мы часто смятимся, думаем о пустом и ненужном, собирая какие-то сокровища и богатства. А ведь Господь сказал все единое, единственное потребление. И этого надо взыскать. И это взыскать. И поэтому, по прошествии года, наша молитва должна быть особо сосредоточенной, сугубо мы должны понять, что если мы будем думать только о смерти и только о разлуке, мы ничем не отличаемся от языческого, когда мы начнём писать на русского. А что на русской может быть после смерти языческого, который не верит в вечность? Мы же с вами верим в вечность. Мы с вами не потеряли, а приобрели молитвенника на небесах, который нас не оставит и не оставляет, действенно не оставляет. Я на себе это чувствую. И думаю, те из вас, кто молится, и молятся о Нём, не как ушедшим навсегда и забытым, а о живом, о близком, о слышащем, о видящем и о помогающем. Потому Господь не посрамит надежды. Поэтому сейчас мы совершим с вами молитву, и оставим слёзы скорби. Пусть не будут слёзы молитвы, слёзы надежды и великого упования на вечность, на вечную жизнь, на надежду. Всем нам предстоит своё время предстать пред Господь. Никто не знает из нас время кончить на своё время, но каждый предстанет. И там мы встретимся, и там мы обнимемся, и там мы утешимся великой надеждой, потому что все мы рождаемся и умираем во Христе, но и воскресенье имеем со Христом. Поэтому молитва наша о воскресенье, о единстве, о великой надежде, что и нас Господь соединит в единое целое Сан Христово, где мы будем пребывать вечно с Господом во веки веков. Аминь. 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 Откуда? Аминь. Аминь. во Христе Его святой любви, которую нам Господь завещал. Сейчас, дорогие братья и сестры, администрация города выделила нам автобусы, и мало того, удалось договориться Владимиру Николаевичу, с тем, чтобы нас пропустили через военную часть. Слава Богу. Сейчас, значит, братья и сестры, кто сдавал деньги, слава Богу, деньги не нужно, подойдите, кому сдавали, верну деньги, потому что два автобуса, я так понимаю, выделили нам. И мы сможем все поместиться в автобусах, которые нам предоставила администрация. Сейчас, мы всех сейчас приглашаем в Кизилташский монастырь. Там, в монастыре сегодня, игуменом Панкратием Рийского настоятеля монастыря, отслужена божественная революбия, и мы сейчас едем туда, чтобы на могиле царь Никола, послужить Танихиду. Если кто-то не может, тогда уже вот здесь поднимание будет.